Дети Большого Толка Сегодня мы на страусином ранчо и расскажем вам об этих необычных и самых больших птицах в мире. Смотрите и проверяйте, какие факты вы знали, а какие нет. Страусы – птицы-долгожители. Вы знаете, какова продолжительность их жизни? 40-50 лет. Яйца страуса могут весить от 1 кг до 2 кг. Также можно в них вестить от 25 куриных яиц до 40 кг. Скорлупа с куриных яиц очень прочная и похожа на фарфор, поэтому их расписывают и превращают в предметы искусства. Еще один любопытный факт, что глаз страуса больше, чем его мозг. А еще страусы – это птицы, которые не могут жить без соседей. Им очень комфортно, когда вокруг находятся не только зебры, но и ламы, ослики, пони, диковинные птицы. Целая ферма, которая мычит, блеет, кукарекает и жует капусту. Люди успешно приручают страусов, поэтому эти птицы отлично ладят с человеком. Из мира животных перейдем в мир бактерий. Вы знаете, например, что сыр – это живой организм? Он зарождается из бактерий, растет и дышит. Посмотрим на сыры поближе под микроскопом. В нашей рубрике «Штука-наука». Сыр состоит из живых бактерий, его выращивают, а также пеленают как маленького ребенка. Сейчас мы находимся в Международном колледже сыроделия. В мире существует несколько сотен видов сыров, и здесь учат их создавать. Это современная лаборатория микробиологии, гигиены и санитарии. Здесь мы можем увидеть, как выглядит сыр здорового человека. Вот здесь у нас для сыра, вот там для кефира, вот для кефира, здесь для йогурта. В сыре есть множество полезных бактерий. Мы посмотрели в микроскоп и зарисовали, как выглядит закваска. Теперь мы настроим микроскоп и посмотрим микроструктуру сыра. Мы сделали фотографию сыра, и он похож на луну. Если знаешь, как выглядит бактерия, то можешь нарисовать ее портрет. Никогда не думала, что сыры настолько красивы и индивидуальны. А наблюдать за ним – одно удовольствие. Еще из мира съедобного. Знаете ли вы, что шоколад делается из овощей? Да, это правда. Он создается из какао-бобов, которые растут на деревьях. Так вреден шоколад или полезен? Сколько его можно съесть за раз? И какие виды шоколада существуют в мире? Сейчас узнаем. Все мы слышали, что шоколад поднимает настроение и полезен для ума. Знаете ли вы, что шоколад делается из овощей? Ведь какао-бобы – это овощи. Какао-бобы – это семена, которые размещаются в стручке по пять рядов. Они растут на стволах вечно зеленых 12-метровых деревьев. Выращивают какао-бобы в Южной Америке, Африке и Индонезии. У какао есть еще одна интересная особенность. Его цветки растут не на ветках, а на самом стволе. Сегодня мы находимся в музее шоколадного мастерства. Здесь с помощью шоколада можно изучать мировую историю. Например, вы знали, зачем индейцы племен Майя добавляют в шоколад перец? Не знаете? Для бодрости! Ведь именно эти племена придумали пить шоколад. А кто первым представил шоколад всему миру? Конечно, Колумб. Только в Европе горький напиток с перцем мало кому понравился. И в него стали добавлять сахар. А вот первое шоколадное яйцо придумали в России. Их выпускали к Пасхе. Советский шоколад Аленки считался одним из лучших в мире. Знаете, в честь кого он так назван? В честь дочки первая женщина-космонавта Валентина Терешковой. Так что здесь много интересного. Приходите посмотреть! В мире много необычных профессий. Но некоторые из них совсем рядом, в нашем городе. Например, ледовар. Знаете, кто это такой? Тот, кто льет на лед горячую воду и разравнивает поверхность, чтобы каток был идеальным. А со стороны это выглядит просто, как катание на машине с открытым верхом по льду. Мечта, а не работа. В мире существуют миллионы книг. Сколько из них вы успеете прочитать за жизнь? По статистике, средний россиян насиливает 18 книг в год. Ну а если поднажать, то можно и больше, конечно. Например, 50, как суперчитатели. Или даже 80. Знаете ли вы, что сказки бывают не только авторскими, народными, но и научными? Да, оказывается, даже школьный учебник, к примеру, биологии, можно пересказать интересно. В стихах, смешных и добрых историях, а из грибов или семян сделать бумажных кукол персонажей. Занимательные добрые истории пишет Ирина Цхай, детская писательница. Она живет в Москве и приехала в Барнаул на показ необычного песочного спектакля. По своей книге «Волшебная кисточка». Ирина Цхай – детский писатель, поэт, член Союза писателей России, автор 11 книг. Ее детские сказки включены в школьную программу начальных классов. По книгам Ирины Цхай Алтайская государственная филармония ставит спектакли. Произведения автора исполнялись на Радио России «Радио Маяк». Ирина – лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов. Вот эта сказка про мальчика, который мечтал научиться рисовать, но у него ничего для этого не было. Ни кисточки, ни бумаги. Это все стоило очень дорого. А мальчик был сирота. Но он все равно научился рисовать. Девизом к этому спектаклю и к этой книге является корейская пословица. Великолепная. Стоит поверить в свои силы, и вот вы уже на полпути к цели. Ирина Цхай – кореянка, которая прекрасно говорит по-русски. Очень любит детей. Она ездит по школам и встречается с учениками. Читает им свои книги, показывает мультфильмы по собственным волшебным историям. Но со всеми желающими встретиться у нее, конечно, не получится. Не хватит времени. Поэтому мы пригласили Ирину Цхай в нашу студию. Здравствуйте, Ирина. Мы очень рады вас видеть. Особенно рады, что вы пришли с вашими детьми книгами. И не только с книгами. Кто это с вами? А вот это мой настоящий ребенок. Это мой сын. Сорокин Олег Игоревич. И актер моего театра. Ирина, по вашей книге «Волшебная кисточка» в Барнауле будет поставлен песочный спектакль. Как это будет выглядеть? И почему именно песок? Могу сказать, во-первых, что спектакль уже был поставлен в 2019 году в Барнауле. Но будем мы играть его действительно вот в это воскресенье. Спектакль «Песчаный». Почему мы выбрали именно песчаную анимацию для этого спектакля? А потому что это сказка о мальчике, который обожал рисовать. Он мечтал научиться рисовать, стать настоящим художником. Но у него не было ни кисточки, ни туши для рисования. На Востоке же туши рисовали. Ни бумаги. И он рисовал палкой по мокрому песку. И потому мы взяли такую удивительную технику, песочную или песчаную еще, говорят, анимацию. В этом жанре рисует главный художник нашего спектакля и главный иллюстратор одноименной книги. Потому что по этому спектаклю потом книга в Москве вышла. И вот мы будем показывать этот спектакль. В сказке рассказывается о мальчике, который поверил в свои силы. А у вас есть девиз? Какие поговорки вы любите? И во что верите? Я верю в то, что человек свою жизнь делает сам. Конечно, мы получаем определенные данные, когда появляемся на свет. Вот я получила такую экзотическую внешность. Хотя родилась в России. Мой язык русский. Я и люблю этот русский язык. У меня родители. Определенные какие-то склонности характера, достатки. Достойства и недостатки. Но все остальное зависит от меня. О том, как я буду работать над своей жизнью. Делать над собой усилия, предъявлять препятствия и верить в себя. Вот в это я верю. И еще я верю в то, что мир прекрасен. Сколько еще книг вы написали и о чем они? Так, я затрудняюсь. Наверное, сейчас где-то у меня 7 или 8 книг вышло. Сейчас еще готовится целых 4 книги. Целая серия в издательстве художественная, познавательная будет. И вот теперь вопрос, о чем мои книги. Отдельные книги, отдельные издания вышли именно для детей. Я же для взрослых тоже немножко пишу. Но отдельными изданиями вышли произведения для детей. Во многом это сказки. И сказки как художественные, так и познавательные. Вот, допустим, вот эта вот книга «Поющая радуга» – это художественные сказки. Они вышли впервые в Барнауле, как победитель краевого издательского конкурса. Вот это вот я. А вот это моя сестра-иллюстратор. А художественно-познавательные сказки, то есть сказки, в которых не все я сама придумала, а имеется научная основа. Это вот эти книги. «Храбрая семечка. Грибные истории». Это школьный курс ботаники. Ты же ботанику будешь изучать в классе в пятом, по-моему, или в шестом. Так вот, я взяла две темы, довольно сложные, и школьного курса ботаники. Способы распространения семян и основы микологии, науки о грибах. И сочинила две сказки на эту тему. И теперь даже малыши могут усвоить эти темы в сказочной форме. А можете что-нибудь нам прочитать? Начало тогда этой сказки. Народной сказки, которую я пересказала и дополнила. «Давным-давно в бедной корейской деревушке жил мальчик по имени Чхон Дон, что означает «небесный воин». И тут такое дополнение, отступление небольшой от сказки. Вот видите? В Корее верят, что имя человека определяет его судьбу. Поэтому родители сами придумывают детям хорошие имена. Например, смелый, дух, душа, мудрость. И даже вдохновение. А как придумывают сказочные истории? Сказочные истории придумываются по-разному. Вот если речь идет о сказках познавательных, то это происходит так. Я узнаю что-то такое интересное, что сразу думаю. Вот бы поинтереснее рассказать об этом детям. Какого бы выбрать героя? Какую бы выбрать форму? Какую придумать историю, чтобы вот этот материал интереснее и доступно донести? А другие сказки, вот художественные, «Споющие радуги», я их не придумывала. Они сами ко мне прилетели в гости. «Когда у меня было радостное событие, когда родился мой сын». Вот так. Ваши книги с картинками. А кто рисует вам иллюстрации? Художники. Художники разные. Первым иллюстратором одной из моих книг, вот, к сожалению, у меня сейчас ее нет с собой, был десятилетний мальчик Владислав Сычев Плевака. Он учился в художественной школе, и на тот момент ему было уже, у него уже были две персональные выставки в Красноярте. Сейчас он уже взрослый юноша. А другие иллюстраторы взрослые, в первую очередь, это моя сестра Елизавета Цхань. Она проиллюстрировала мою самую первую толстую книгу в плотном картонном переплете. Это книга сказок «Поющая радуга», которые сейчас в некоторых школах проходят. Вот эту книгу тоже Елизавета иллюстрировала. Техника очень интересная, сложная техника. Не компьютерная графика, а карандаш по цветной бумаге, цветной карандаш. Вот эту книгу проиллюстрировала Ирина Казанцева, художник песчаной графики, анимации, сотрудничающая с Краевой государственной филармонией. И также художники другие. Вот эту книгу, допустим, иллюстрировала Александра Малькова из Санкт-Петербурга, аспирант Репинской академии. Профессиональные художники. Но также и дети. Дети проиллюстрировали две моих книги. Ирина, скажите, а вы любите читать детские сказки и смотреть мультики? Да, я люблю. Я до сих пор читаю или слушаю сказки, как народные, так и, ну, можно сказать, что тоже сказки для взрослых, потому что фэнтези – это сказки для взрослых. И некоторые есть фэнтези, которые я люблю. Те, в которых есть определенное такое зерно для рассуждения. То есть социальный, social fantasy называется, социальный фэнтези. Как бы они не прятались за сказочную форму, в них всегда решаются очень важные вопросы. Каким бы человеку момент выбора такого предать или остаться верным себе? Такие важные вопросы. И мультфильмы до сих пор, когда есть время, смотрю современные сериалы, мультсериалы. И слушаю детские песни. И последний вопрос. На чем вы сейчас работаете и о чем мечтаете? Можно я начну с последнего? Я мечтаю о том, чтобы наш замечательный спектакль показать не только вот у нас в Крепостном театре, а дальше в Москве. Потому что уровень спектакля достоин любой сцены. Потому что сказка о том, как с помощью внутренних ресурсов, внутренних сил, упорства, веры в себя можно и труду, можно победить любое зло. И о том, что искусство имеет огромную силу и влияние. Такая сказка, она достойна того, чтобы о ней узнавали как можно больше людей, разных народов. Вот об этом я мечтаю. А работаю тоже на другой уже сказкой для взрослых, наверное, больше. Тоже на материале фольклора Древней Кореи. Это очень интересно. Не менее интересно, чем фольклор русский, народный. Я тоже его очень люблю. Спасибо большое за интервью. А я напоминаю, что у нас в гостях была детская писательница Ирина Цхай, по книге которой в Барнауле пройдет спектакль. Не переключайтесь. Любите ли вы подольше поспать? Сон – это полезный процесс. Кошки проводят в нем полжизни. Ученые выяснили интересную закономерность. Продолжительность сна зависит от размеров животного. Как правило, чем меньше животное, тем больше оно спит. И наоборот. Меньше всего 2 часа в сутки спит слон. На сегодня это все, что мы успели показать. Наша редакция уже работает над новым выпуском. В нем мы расскажем, что такое искусственное золото и зачем оно нужно, где в Барнуле находится метеорит и какие у него свойства. И многое другое. Почему и зачем мы стараемся больше знать? Потому что сила в знаниях.